Привет моим инстапросвещенным! Сегодня у нас мега нестандартная тема, как для мира блогинга. Поговорим мы о влиянии планет на блогинг. И в гостях у меня будет тренер энергопрактик Марина Литвинова, моя близкая подруга. Сейчас сразу её присоединю. Вместе Марина проводит медитации, тренинги осознанности или практики осознанности, как это правильно называется, разбирается во всех вот этих энергиях. Привет Марина, рада видеть тебя. И слышно, всё хорошо. Я, если честно, не очень верю, знаешь, во все вот эти вот штуки, там планеты, как вот эти ретроградные Меркурии, все какие-то неудачи списывают на него, типа там, если что-то идёт не так, но насколько это вообще, ну вот, на твоей практике влияет реально на жизнь. Или это как гороскоп, знаешь, что если ты в курсе, то ты сама себе это внушаешь, а если нет, то можешь вообще не обращать внимания даже. Так, привет. Я просто себя не вижу сейчас, Лиль. То есть я тебя вижу, а себя не вижу. Вопрос я твой услышала, отвечу. Сейчас только решить с техническим моментом. А ты меня видишь, да, нормально? Вижу, да, всё хорошо. И не знаю. Может, что-то мне... Сейчас у тебя какие-то квадратики появились. Вот, сейчас видно. Может быть, мне выйти и зайти? Ну, давай попробуем. Хорошо. Так, сейчас я снова Марину присоединю и посмотрим. А вы, кстати, верите? Напишите, кто смотрит. Верите, что действительно планеты как-то влияют на жизнь? Марина, видишь меня? Ну, тебя я вижу, себя нет. Я там нормально? Да, всё хорошо, да. Ну, хорошо. Главное, что тебя видно. Так, да. Кто присоединяется, будем рады слышать ответ, кто во что верит. Я расскажу про свой опыт и про то, как я это всё вижу. И для меня анализ, понимание планет ретроградный, неретроградный — это такая классная подсказка, что сейчас происходит. То есть, ну, это, к примеру, знаешь, как в обычной жизни пришли тучи и взяла с собой зонтик. То есть такая реакция на то, что происходит вокруг и, возможно, помощь себе как бы улучшить, ну там, себе там подложить где-то соломку, да, взять зонтик или ещё что-то такое. Я не согласна с тем, что это определяет абсолютно всё, и мы с тобой недавно говорили, что можно лежать на диване, да, ничего не делая, а там как бы планеты всё порешают. Ну, всё зависит от наших действий, всё зависит от того, куда мы идём, чего хотим, а планетарные штуки, назовём их так, они больше для помощи и для понимания, что происходит в мире. Вот для меня это так. А, кстати, что вообще такое вот ретроградный, ну, потому что многие это слышат, но не очень понимают, что это значит, вот, в движении этих планет. Я не сильно прям, как тебе сказать, я не специалист прям по планетам, я не вычисляю вот эти штуки и я не делаю прогнозы по планетам, я больше как пользователь и я сопоставляю факты. Ретроградные — это когда они там двигаются, ну, их энергия плюс и минус идут как бы в разрез друг к другу, то есть они, ну, то есть начинают конфликтовать. Противоречить. Да, противоречить. Вот, и когда это происходит, то есть это влияет на настроение, это влияет на события в нашей жизни. В принципе, как хороший пример, что очень многие астрологи, когда делали прогноз на 20-й год, они говорили, что что-то будет происходить очень мощное в плане изменения сознания в 20-м году. Они не могут предвидеть, что это такое было, но они говорили, что что-то будет, вот будет так, что всех сознание начнёт там, ну, как бы меняться. И, собственно, сознание, да, меняется по поводу того, все начали по-другому относиться к пониманию, там, ходить, дышать воздухом, взаимодействие в семье. Да, сейчас. Давай. Можем даже наблюдать за Мариной. Ну, на самом деле, я тоже вот насчёт Меркурия слышу постоянно, но почему-то именно насчёт Меркурия все говорят, хотя их планет же намного больше. Ну, ок, он просто, типа, ближе к нам, да, наверное, поэтому… Да, ближе, его больше знают, он чаще появляется в анонсах, вот. Но если углубляться, то я тебе так скажу, что я не запоминаю сильно названия планет, что какие сейчас происходят. Я больше обращаю внимание на какую сферу жизни это влияет. Вот если говорить про блогеров, да, и про бизнес, если планеты так сложилось, что они влияют, допустим, на вопрос финансов, тогда там для бизнеса важно не подписывать серьёзных контрактов, не давать какие-то долги, вот, не влазить в долги, потому что это будет очень долго. Для блогеров это значит говорить об актуальных темах, то есть это значит, что так или иначе, больше или меньше, всех волнует вопрос денег вот в этот период, да, когда планеты как-то стали вот так. Вот, поэтому очень классно тогда говорить о деньгах. Или если касается темы семейной, блог, там, в блоге, ну, не знаю, говорится о погоде, я сейчас тогда, ну, человеку просто сейчас у него другие мысли, вот и всё. И поэтому, если касаться блогеров, то можно отслеживать актуальность тем. Ну, это не значит, что нужно из-за темы, я не знаю, детей переходить в деньги, ну, и так далее. То есть в своей теме оставаться, но актуальность можно поддерживать, основываясь на этих планетарных вопросах, вот. Интересно. А какая ситуация сейчас вот по, ну, я знаю, недавно было вот этот первый-второй лунные дни, когда благоприятно было планировать, начинать что-то? А что это там сейчас происходит? Сейчас растущая луна, ну, то есть такой набор оборотов, но ещё когда, вот когда происходит первый лунный день, первый-второй лунные дни, это как бы почему планировать хорошо? Потому что на самом деле энергии у человека меньше немножечко в этот момент, то есть как бы луна, луна, ну, называется тёмная, да, то есть энергии становится вокруг меньше, можно почувствовать упадок сил, но при этом начинается что-то первое, второе, поэтому планы классно, ага, планы, планы важно планировать, когда вот вся природа обновляется. Первый-второй лунный день — это когда период запускается новый, новая энергия, новые мысли, новые идеи, вот. И вообще сейчас месяц очень хороший для действий, то есть у нас очень много бывает ретроградных моментов, и вот август и сентябрь будет ок, а потом опять начнётся. Ну, насколько я понимаю, луна, ну, это цикличный процесс, да, она сначала там, как это, вот первые дни, потом до какого-то момента растёт, а потом идёт на вот это убывание. И когда убывание, а что тогда делать, если плохо идут дела, а чем компенсировать это? Когда идёт убывание луны, получается процесс того, что можно отказываться от старых шаблонов мыслей, то есть идёт как забирание старого, и луна даёт энергию новую, то есть происходит такая замена. И тогда даётся энергия на перемены, в общем-то. То есть если там можно отказываться от каких-то привычек, убирать какие-то вредные там действия и как бы наполнять, знаешь, как помощь в том, чтобы измениться, вот перемены. И, ну, в принципе, энергия, когда луна убывающая, это значит, что энергия луну даёт, по сути. То есть нам даётся энергия. И если говорить о женщинах, то цикл женщины, он тоже связан с луной. И классно, когда циклы женские гармонично с лунными. Там есть как бы такой момент, что когда у женщины начинаются циклы, это когда луна начинает убывать. То есть у женщины обновляется вот энергия, луна ей помогает в этом. И, в принципе, это всё можно перенести на любую сферу жизни, как это происходит. Чтобы не терять энергию, происходили постоянные обновления. И точно так же с вот этими первыми днями у женщин, я имею в виду, синхронизации. С первыми луной, которые? Да. Ну, первая, вторая луна, и женщина по-другому чувствует. Ну, потому что это уже как середина цикла, да, то есть там немножко по-другому. Больше всего женщина ощущает убывающую луну и начало своего цикла. И когда это синхронно происходит, тогда ей гармонично. Если её цикл начинается в другие дни, далеко от убывающей луны, тогда она чувствует усталость сильно. То есть, ну, ничего плохого не происходит, но не соблюдается баланс энергии, и она там уставшая, а там суперактивная. Вот. И вот этот здесь баланс происходит. Интересно. А если перенести, ну, опять же, как бы на тему нашу блогинг, получается, когда вот новая луна, как сейчас, там, августин-сентябрь, как говоришь, то хорошо начинать, там, открывать вообще блог, да, начинать вести сторис с тем, кто не умеет, ну, те, кто боятся, боялись. Кстати, вот один из предыдущих эфиров мы записывали о том, как перестать бояться камеры. Это вот как раз для тех, кто боится. начинать, ну, писать более активно, да, то есть именно активизировать всё, как бы, все свои силы. А когда луна убывает, то что, получается? Когда убывает, нет, когда убывает, смотри, нужно смотреть, какие страхи поднялись за этот момент, да, вот вы там две недели писали, у начинающих поднимаются какие-то страхи, ну, вот, комментарии пошли какие-то там. Не та фотка, не та запись, не тот эфир. И вот на убывающей луне нужно осознать, от чего хочется избавиться, да, от мнений окружающих, то есть отодвигая мнения окружающих, внутреннюю тревогу отодвигаем, самокритику отодвигаем и наполняемся тем, чем хотим наполниться, то есть уверенностью, благодарностью, радостью, в общем, кому что нужно на убывающей луны, важный акцент, от чего отказываемся, но нужно понимать, что мы тогда в свою жизнь приглашаем. Если мы от этого отказались, за неуверенность, то нужно сделать акцент, что значит, теперь я чувствую уверенность больше, вот как я её чувствую, что для меня уверенность, как я себя веду, когда я уверенная. Ну вот такие штуки. То есть правильно ли я понимаю, что получается на растущую луну, как сейчас, нужно начинать опять же, да, а на убывающую анализировать, что, ну, анализировать вот всё то, что в период растущей делаем? Делать, продолжать всегда надо, но и анализировать. Включаем уже анализатор. То есть и делаем, и анализируем. Не, знаешь, как… Тогда пройдут перемены быстро. Станет понятно, от чего нужно избавиться, но продолжаем делать посты, делать эфиры. И в этот момент будет ещё, как может быть, ярче проявляться, да, что вот страх какой-то появляется. Продолжаем делать, но от страха постепенно уходим. Вот. Нас Оля спрашивает, какая сейчас луна. Сейчас луна растущая. Был первый, второй лунный день. Когда? Во вторник. Вчера, позже вчера? А, или вторник. Или в среду, в среду, да, в среду 19-го. Вот. И она пробудет растущей до… Две недели. Две недели растущая, две недели убывающая. И вот 28 дней, там плюс-минус день, приблизительно так есть. А то, что ты говорила насчёт августа-сентября, это с Меркурием связано? С какими-то планетами, я точно не знаю, не помню их название. Я не запоминаю. Я этот инструмент использую не как профессиональной деятельности, кому-то рекомендовать, больше как помощь себе. Вот. И те, кто у меня спрашивает, я вот говорю, да, посмотри, какой период сейчас. Есть очень много классных астрологов. Но нужно найти тех, которые говорят о вашей теме. Потому что кто-то говорит о семье, кто-то говорит о здоровье, кто-то говорит о деньгах. Вот. И нужно найти своего астролога. И что-то я не договорила. А, август-сентябрь будет спокойное затишье и какие-то благоприятные периоды и для новых организаций, мероприятий, да, начинаний. Вот. А в октябре там уже начинается и самое-самое в декабре. То есть на декабрь лучше вообще новых начинаний не планировать. Ну вот из того, что я запомнила для себя. То есть ты просто там каждый день или там раз в две недели заходишь в гугл и смотришь, какая луна, да, и сделает для себя выводы насчёт вот начинать что-то или нет, да. Да. И я чаще всего смотрю, когда мне важны значимые результаты. То есть, допустим, завтра у меня значимая встреча какая-то, я смотрю, а какой у нас сейчас период. И тогда либо я на этой встрече просто что-то обсуждаю, но не подписываю, да, контракт, к примеру, или не подписываю договорённость какую-то, а сношу эту договорённость там, ну, пока детали обсудим, а чётко, ок, поставим на следующей неделе. Вот. То есть значимые моменты тогда определяем. Значимые — это начало, да, вот ведение блога, начало, ну, какое-то начало новой деятельности. И планеты часто влияют на взаимоотношения с людьми. Вот если ретроградные, это значит, все люди напряжены, конфликты часто возникают. Но опять, даже если возникает конфликт, но ты об этом знаешь, знаешь, что сейчас все в напряжении, ты просто не реагируешь конфликтом. Ты говоришь, окей, ну, спокойно решаем, договариваемся, не конфликтуем. Это значит, просто ты понимаешь, что происходит с тобой, с человеком, и реагируешь с пониманием. А ты, вот, когда начала изучать эту тему, замечала по себе реальные, ну, какие-то промахи, когда ты действовала в разрез вот этих вот правил, ну, то есть реально что-то на себе прям прочувствовала, как оно все работает, или это в теории? Да. Вот как раз и Оля у нас спросила. Я чувствовала, были моменты, когда я говорила, все, не хочу, не хочу делать так, как планеты сказали, хочу по-своему. Вот. И были у меня финансовые вложения, которые, ну, состоялись не так, как я хотела, хотя меня предупреждали, что не надо в этот период. Вот. И очень классно, когда еще есть сопоставление с гороскопом моим, да, то есть я у астролога о себе этом спросила, и что, то есть есть общий, да, для всех, а есть конкретно для каждого. И вот мне астролог говорил, что в этом году не нужно там финансовые всякие операции, ну, серьезные какие-то проводить. А я захотела. Вот. И меня было не остановить. Вот. Ну, я получила свои уроки, а теперь там как бы решаются эти вопросы. Ну, такой вот опыт есть, интересный. Ну, если целый год не нужно финансовые какие-то операции, но это слишком долго ждать. Это не просто две недели там. Да. Это реально сложно. И мне кажется, по-любому за год ты что-то, ну, серьезно, знаешь, делаешь. Ну, да. Ну, вот я тоже так решила, что я не готова ждать. Ну, у меня как бы такой еще характер, что я, если что-то я решила, я не хочу ждать, я вот буду делать, и все. Вот. Ну, такие вещи получались. Были также успешные моменты, когда я выбирала дату на проведение какого-то мероприятия. И вот в этот момент приходило много людей, легко происходили мероприятия. Потому что один момент, да, если я, мне там хорошо или плохо, я, ну, как бы, реагирую на свой гороскоп. А второй момент, что если ретроградные периоды, то всем тяжелее эмоционально, и прийти на мероприятие сложнее, а прийти на какой-то курс, если это запуск курса, сложнее, решать, принимать решение сложнее. Вот. И, ну, как бы, еще и это подключается. То есть мы можем с собой как-то договориться, да, там, накачать энергию. Но если это говорить про общество, то, ну, там, у них свои процессы. И если мы зависим этот процесс от общества, тогда нужно учитывать. Вот ты говорила про планеты, а у меня родился немножко другой вопрос, но тоже связан с энергиями, и мне кажется, ты что-то полезное можешь это тебе сказать. Вот опять же, для тех, кто боится, ну, вот, страх камеры, говорить на камеру, вещать, я так понимаю, что это, ну, вообще перед аудиториями выступать, то энергетически это там какая-то там горловая, или как там чакра, ну, там что-то где-то заблокировано, ну, это я так совсем правильно объясняю. Но есть ли какие-то упражнения, практики, как вот её раскрепостить? Есть как бы такие, знаешь, короткие, как помощь, вот прям перед, перед эфиром, когда кого-то сильно начинает, сильно тревога поднимается, или страх, то здесь нужно вернуться, а страх возникает почему? Потому что человек начинает думать о других, о том, а как обо мне подумают. И фокус внимания слишком уходит на других людей, которых он даже ещё не знает. И чтобы успокоиться, нужно вернуться в ощущение себя, восстановить дыхание и поделать такие телесные практики. Или зарядку, или вот, ну, почувствовать себя, ноги, устойчивость на земле, и это будет успокаивать. Тогда вернётся контакт с собой и станет легче. Если говорить о масштабном, что вот страшно-страшно, никогда не выйду в эфир. Это не эфир, сторис, ладно, эфир в этом пока. Да. Сторис можно перезаписать, и всё равно страшно. Да, и здесь нужно глубже смотреть и задавать себе вопрос, а что я конкретно боюсь, чего я вот прям боюсь сильно, и где этот страх, и откуда он пришёл. И тогда посмотреть в этот источник. С помощью медитации, практик, которые я люблю, их можно решать, эти вопросы, избавляться от страха, и тогда уже двигаться вперёд. Но причин может быть масса. Важно здесь, я всегда за то, чтобы анализировать. То есть не просто боюсь-боюсь, а если я боюсь, чего я боюсь. И как бы диалог с собой. Чего я боюсь, что произойдёт, что произойдёт самый худший вариант. Ну и так с собой договариваться. Даже в этом диалоге может произойти решение. К примеру, я могу докопаться до того момента, что если я боюсь того, что меня там поругают за некрасивую речь. Ну, к примеру, такой у меня страх. И здесь я решаю. Где-то там сказали, что ты отбираешь слова. И потом ты себе спрашиваешь вопрос, а людям моей аудитории важно сейчас, что я говорю грамотно, или им важно, что я говорю смешно? И может оказаться, что им важны твои шутки и твоя харизма, чем твоя грамотность. И всё, вопрос решается. Но это в хорошем случае. Но бывает по-разному. я вот проводила недавно эфир с Александром Олешко, тренером тоже, которого и ты знаешь. И вот он говорил, что в постсоветском пространстве в принципе нет людей, которые психологически здоровы. То есть у всех есть вот эти какие-то штампы из детства, из университета, школы, где постоянно гнобят. Даже если не тебя, ты видишь как других и начинаешь на себя что-то тоже перенимать. И вот это что выйти к доске это всегда страшно, потому что тебя оценивает целый класс, подсмеивается, кто-то там шутит, что-то шушукается, а ты думаешь, что это о себе. Но реально на самом деле все думают о себе. А ну как там типа люди не думают о себе, потому что все заняты вопросами о себе. И у меня тоже недавно был пост о том, как пересилить страх камеры, как снимать на публике именно когда ты там на улице или в торговом центре. Вот вчера я, например, снимала обзор магазина и при этом были просто обычные клиенты, покупатели, которые на меня вот так вот смотрели, типа я там 10 дублей одно и то же снимаю, нужно громко говорить, потому что музыка на фоне, чтобы я ее заглушаю, чтобы ее не было слышно. И я спустя 6 лет от и ютуба, и блогинга, все равно, ну хоть я это делаю, но все равно есть вот какой-то момент, когда ты переступаешь свои какие-то штуки, типа вот, что обо мне подумать, я, наверное, слишком громко говорю, их перебиваю, они на меня смотрят, все равно это влияет. Хотя на самом деле они там подумали, наверное, блогер, и все. и пошли, да, и им все равно, что там как происходит. Кстати, по этому поводу у меня часто, как индивидуальные консультации, есть очень много этих вопросов у женщин, и один из таких подсказок, таких как бы советов, говорить себе, прям говорить себе вслух, ну вот что-то типа фразы, что я главный человек своей жизни или я центр своей жизни, вот, потому что у нас у многих мысли о том, что другие, и мы теряем внутренний центр, это про, да, внутренний стержень, внутренний центр, свою энергию и очень много всего. И вот первое, что мы делаем, это возвращаем себя к себе и на самом деле понимаем, что самое главное в жизни мы сами у себя, вот, если это осознание начинает происходить, тогда все остальные потихонечку как бы, ну, мнение, да, чужих других людей, вот, тут, конечно, мамы могут со мной очень сильно бунтовать в этот момент, что самое главное в жизни это ребёнок, но при этом, чтобы научить ребёнка быть уверенным в себе, важно маме вернуть свою уверенность в себе, вот, очень много с этим мы работаем, и это про, ну вот, да, про умение в обществе сказать всё, что хочется и выглядеть так, как хочется. Блин, это вот так, так мудро, как всегда, что-то, как скажешь, вот прям, прям яблочко, и реально же, ну, все комплексы, это от окружения, от того, кто что-то сказал, и ты себя забиваешь, переживая о том, что подумают все, как это будет выглядеть, забывая о том, чего ты вообще сама хочешь, понимаешь, и даже вот с детьми, да, иногда, ну, есть же куча вообще вот этих, ну, как должно быть, как вот, если ребенок лег в магазине на поле и кричит, то так не должно быть, значит, ты плохая мама, а на самом деле, ну, пусть себе она прокричится, да, и из-за этого мамы постоянно себя чувствуют какими-то виноватыми и так далее, просто из-за того, что слишком большое внимание уделяет тому, что вокруг, а не тому, что тебе нужно, и что ты хочешь, и что чувствуешь. Да, я сейчас, кстати, вот короткий пример по поводу ребенка, что я там находилась в обществе одного ребенка, и получалось так, что очень много мы где бывали, и шутили, и громко говорили, и дурачились, и играли, и как бы было все окей. Потом мы встретились с мамой этого ребенка, и на нас начали нападать люди, что мы шумим. И я понимаю, что вопрос в маме, потому что ее это тревожит, и она видит это как обратную связь, то есть, ну, там, мы долгое время шумели, никто не пожаловался, как бы, но мама, придя, она провоцирует, то есть, она, как бы это сказать, она ожидает от того, что будут возмущаться люди, и они возмущаются. Ну, то есть, вот так это работает, так работает внутренне. Это мы уже перешли прям в энергии и в психологию. Ну, прям вот пример был четко, налицо, буквально, вот, одна реальность, и другая реальность тут же сразу же меняется. Это о том, что мысли материальные, да, чего ожидаешь, то и приходят. Да, и то, что то, как реагируют на ребенка, даже окружающие, зависит от того, как мама себя чувствует. Если мама переживает, что общество что-то не скажет, то оно скажет, и пока мама не решит этот внутренний вопрос, будут говорить. Если, давай к блогерам вернемся, если блогеру важно то, что говорят окружающие, ну, и он боится и тревожится, и возмущается, и жалуется, что его ругают, будут ругать. До тех пор, пока он не вернется к себе и не скажет самому себе, что я делаю то, что я хочу, потому что это моя жизнь, вот, и их станет меньше, кто-то останется просто, знаешь, как для проверки, для отслеживания реакции. Мне кажется, ну, сейчас профессия блогер, это уже, во-первых, как профессия, ну, я, по крайней мере, ее считаю профессией реально, и есть там много школ блогинга и так далее, и живых, и даже вот на 1 плюс 1 есть курсы блогинга, которые я веду, и, ну, общество уже привыкло, что блогеры есть, и их, ну, там кто-то еще хейтит и подшучивает, но большинство, мне кажется, уже начинают уважать, потому что увидят, что сотрудничают бренды и так далее. А вот 6 лет назад, когда я, допустим, начинала, ну, это было абсолютно все по-другому, это были какие-то инопланетяне, я помню, как пришла на встречу одноклассников в 2015 году, по-моему, короче, 10 лет после школы, да, и я там снимала все на камеру, еще я YouTube-блогер, мне просто Stories, сейчас Stories же, ну, все почти снимают, а видео даже сейчас мало кто, ну, относительно, и там все снимала, и на меня смотрели, вот так вот, знаешь, но и меня как-то это действительно, ну, не трогало, наверное, потому что у меня была поддержка, там, мужа, ну, хоть родители тогда не поддерживали, но как-то, ну, самого близкого человека, с которым мы жили, я чувствовала поддержку, вот, поэтому, наверное, я это все как-то отсеяла, и потом, спустя вот там, пять лет, да, сейчас уже встречи там, Лиля, а чем они сфоткались, а ты что, ничего не снимаешь, а где ты Stories, как это мы встретились, и нет ни одной Stories, ну, плюс там, часть уже у меня рекламу заказывала, да, то есть, ну, вот, нужно просто выстоять вот этот период, когда ты чувствуешь сопротивление общества, но если ты его проходишь, что потом оно начинает поддерживать, ну, и из минуса переходит в плюс, и да, важно начать. Да, и что, я думаю, тебя как бы мотивировало, что тебе помогло, важность того, ты выбрала, что для тебя важно, вот, идти туда, и, ну, как бы, важность, что говорят, и что ты хочешь, у тебя все-таки было выстоять, знаешь, взрастить, свое желание и его оберегать, и вот всем блогерам, начинающим, важно оберегать свое желание, идти, куда они решили идти, вот, и вот в этом растет внутренняя сила, в этом воспитывается этот характер блогера, и тогда будет легче дальше, то есть рассматривать всех этих людей, как помощь в том, чтобы вырасти внутренне, да, силу свою, но только силу, знаешь, как не прятаться, и не грубить, а постоянно взвешивать, что мне важнее, то, что я хочу, или то, что кто-то сказал, и вот так оно будет. Спасибо большое, Марина, очень мне понравилось, и мы даже не только тему планет затронули, а намного шире поговорили, вот, и я уверена, что начинающим блогерам, и те, кто просто хотят начать, ну, перестать столько внимания на окружающих выпало слово, короче, обращать, да, то им будет тоже полезно, так что спасибо большое, Марина, и спасибо всем, кто нас смотрел, и тем, кто посмотрит в записи, и, кстати, под видео можете, если у вас есть какие-то вот такие, ну, сложные вопросы, которые вас волнуют по вот этим энергиям, можете оставлять, и Марина моя подруга, я заставлю ее ответить. Я буду рада. Спасибо за эфир, было очень интересно. Все тогда, пока-пока. Всем хороших выходных и хорошего дня. Пока-пока. Пока.